Добрый день! Итак, прежде всего, традиционно считается, что в английском языке две формы залога – активный залог и пассивный залог. Пассивный залог образуется с помощью вспомогательного глагола «to be» и причастия второго либо третьей формы смыслового глагола. Когда на примере? Если в активном залоге подлежащее обозначает того, кто совершает действие, в пассивном залоге подлежащее обозначает объект воздействия. Если мы сравним активный залог и пассивный, и набор форм, которые могут у них быть, то сразу можно заметить, что в пассивном залоге нет форм Future Continuous, а также всех форм группы Perfect Continuous. Остальные формы имеют место быть. Их можно и нужно использовать. Одна из основных сложностей, которые могут возникать у учащихся – это выбор между активным и пассивным залогом. Для того, чтобы понять, можно ли тот или иной глагол использовать в форме пассивного залога, надо прежде всего проверить его по словарю. В английских толковых словарях, если после глагола стоит буква I в квадратных скобках, это означает, что глагол непереходный, соответственно, у него не может быть дополнения. И такой глагол в пассиве не используется. Если после глагола стоит буква T в квадратных скобках, то в этом случае глагол переходный, и, соответственно, он может при необходимости использоваться в пассивном залоге. Однако тут, опять же, есть ряд тонкостей и сложностей. Некоторые глаголы, допустим, как вот эти, которые вы видите на слайде, sell и wash, могут использоваться в форме активного залога, но значение у них при этом как у пассивного. Допустим, his books sell well. Его книги хорошо продаются. Тут речь идет скорее о свойстве книг. То есть, по-видимому, книги интересные, хорошо читаются, и поэтому они хорошо продаются. И this material washes well. Опять же, здесь на первый план выходит качество данного материала, какие-то особенности его, из-за которых этот материал хорошо стирается. Давайте посмотрим еще на пару примеров. Итак, в первом случае глагол carry используется в переходном значении. Выражение the motion was carried используется в парламенте, как правило, и означает предложение было принято в ходе голосования. Во втором примере глагол carry используется в форме активного залога, но у него несколько иное значение в данном случае. Когда мы говорим, it's because your voice carries, речь идет о том, что ее голос хорошо слышен, достаточно громкий и хорошо разносится по помещению. В английском языке есть глаголы, которые похожи, и из-за этого учащиеся их часто путают. Допустим, вот эти вот два глагола – rise и raise. Чем они отличаются друг от друга? Так, глагол rise – непереходный и неправильный. У него формы rise, rose и risen означает этот глагол подниматься или увеличиваться. Допустим, его можно использовать по отношению к ценам, которые растут. Второй глагол raise означает поднимать что-то. Этот глагол переходный и правильный. У него формы raise, raised, raised. Здесь же на слайде вы можете увидеть два примера их использования. В первом случае использован глагол rise во второй форме. И во втором предложении использован глагол raise в значении воспитывать или растить. Ещё два глагола, которые часто путают, и даже не только те, кто учат английский язык, но и сами носители, это глаголы lie и lay. По сути дела, мы здесь сравниваем даже не два, а три глагола. Итак, глагол lie, первый на вот этом слайде, сверху, означает лежать или находиться в каком-то месте. Он неправильный. У него формы lie, lay и lay. Этот глагол непереходный, и он не может использоваться в пассивном залоге, только в активном. Внизу вы можете увидеть глагол lay. Этот глагол означает положить или класть что-либо. Формы у него lay, laid, laid. Поскольку этот глагол переходный, он может использоваться как в активном залоге, так и в пассивном. И глагол lie, если он означает лгать, у него есть такое еще значение, используется как правильный глагол. Соответственно, у него формы lie, laid, laid. В этом случае мы можем при желании поставить его в пассив, но он будет использоваться в так называемой предложенной пассивной конструкции. Немножко попозже я покажу вам пример того, как это выглядит. Теперь давайте немножко потренируемся. Я вам буду предлагать предложение. А вы будете выбирать правильную форму, которую нужно вставить, из трех вариантов. Если вам необходимо подумать, тогда вы можете поставить видео на стоп. Первое предложение. Здесь правильным будет второй вариант. The castle lay in ruins. То есть замок лежал в руинах. Глагол lie непереходный используется в форме активного залога. В данном случае нам нужна форма past and definite. Следующее предложение. Опять же, нам тут даны три варианта, но правильным будет первый. I was born and raised in the city. I was born and raised означает я родился и вырос, либо воспитывался в городе. И здесь, как вы видите, нам нужна форма пассивного залога. Следующий пример. Как вы думаете, здесь что подойдет? Конечно же, последний вариант. He was lied to all his life. Ему лгали всю его жизнь. Здесь как раз используется глагол lie в значении лгать в предложенной пассивной конструкции. После глагола lie обязательно должен быть использован предлог, иначе предложение будет неполным и неправильным. Про это нельзя забывать. Что касается использования предлогов в пассивном залоге. Если мы с вами переделываем предложение из активного залога в пассивный и берем предложенное дополнение и делаем его подлежащим, как в данном случае. В активном залоге предложение звучало they lied to him all his life. В пассивном he was lied to all his life. А в таких вот случаях, если предложенное дополнение становится подлежащим, после глагола в пассивном залоге обязательно должен оставаться предлог, как здесь. He was lied to. Это особенность английского языка. В других языках, я не знаю, как насчет всех языков, но в русском языке такого нет, конечно. По-русски мы не можем сказать, допустим, она была посмотрена на, а в английском языке это правильно, и так и нужно говорить. She was looked at with suspicion. Или вот такой вот пример из газеты Guardian. 69% of preschool children were read to daily in 2013. Опять же, тут глагол read используется в предложенной пассивной конструкции. И вот этот вот предлог to ни в коем случае нельзя убирать, иначе у вас будет ошибка. Иногда в пассивный залог вовлекается целое устойчивое выражение. Допустим, take care of. Вот это вот выражение используется очень часто. На следующем слайде вы можете видеть пример его использования из фильма «Звездные войны». The separatists have been taken care of. My master. На самом деле, таких случаев очень много. Опять же, здесь нельзя забывать предлог of в конце данного выражения, иначе у вас будет ошибка. Еще одна сложность с предлогами в пассивном залоге это проблема выбора между конструкцией spy – it was done by и конструкцией with – it was done with. Конструкция spy используется, когда мы хотим указать на того, кто совершил данное действие. Допустим, he was killed by John. Он был убит Джоном. Конструкция with используется только в тех случаях, когда мы хотим указать на инструмент, с помощью которого то или иное действие было совершено. Допустим, he was killed with a knife. В данном случае это предложение означает, он был убит ножом. By мы использовать не можем, потому что получится в таком случае, что нож сам его убил. Что, конечно же, невозможно. Еще одна сложность, которая может возникать при выборе предлога вместе с пассивной конструкцией, это различие между made of, made from и made with. Made of и made from обе означают, что-то было сделано из чего-то, из какого-то материала или из какого-то вещества. Но при этом между ними есть существенное различие. Made of используется, когда это вещество или материал остается тем же веществом, по сути дела. То есть в данном случае, в первом примере на слайде, когда мы говорим this table is made of wood, мы имеем в виду то, что данный стол сделан из древесины, из массива. И даже если вы этот стол, допустим, разберете на куски, все равно у вас останутся куски древесины. То есть вещество не изменилось в данном случае. Второе выражение made from используется, когда вещество или материал полностью изменилось и превратилось в нечто другое. Допустим, во втором примере paper is made from wood. Бумагу изготавливают из древесины. Древесина полностью изменилась и трансформировалась в другое вещество в процессе производства. Вы знаете, что если человек, допустим, маленький ребенок не знает о том, что бумагу делают из древесины, при взгляде на бумагу очень сложно об этом догадаться, потому что вещество прошло через такое количество трансформаций, что сейчас оно уже не похоже на древесину. И еще такой момент. Эти все изменения, они необратимы. Вы не можете обратно из бумаги сделать древесину. Последний вариант made with несколько проще. Он означает один из ингредиентов, которые используются при изготовлении чего-либо. Как правило, речь идет о приготовлении блюд. Допустим, this salad is made with pickles. Давайте немножко потренируемся. Попробуйте вставить предлоги в данные предложения сами. Так, правильные варианты. Пицца is often made with mozzarella. Здесь мы используем выражение made with, потому что моцарелла один из ингредиентов, который используется при приготовлении пиццы. Но не единственный. Пиццу можно класть многие другие продукты. Второе предложение. Моцарелла is made from cow's or puffer's milk. В данном случае мы используем выражение made from, потому что в процессе производства моцареллы молоко полностью меняется, превращается в другое вещество, и уже все эти изменения необратимы. И в третьем случае this package is made of plastic. Эта упаковка сделана из пластика. Здесь мы используем выражение made of, потому что в процессе производства пластик остался пластиком. Это то же самое вещество. Теперь следующий момент, который вызывает много проблем у учащихся, и часто возникают ошибки. это выбор пассивной конструкции. Но прежде, чем мы будем говорить о типах пассивных конструкций в английском языке, прежде всего надо вспомнить о том, какие дополнения в принципе могут быть у глагола. Итак, на данном слайде вы видите два предложения. They gave me the letter to me. В данных предложениях у нас есть два дополнения прямое и косвенное. Mi это косвенное дополнение. Оно отвечает на вопрос кому чему в русском языке. И the letter это прямое дополнение. Оно отвечает на вопрос кого что, как правило. Если мы будем переводить все это на русский язык, конечно. потому что в английском это не так очевидно. Косвенное дополнение обозначает адрицатор, который получает либо какой-то предмет, либо какую-то информацию в процессе действия. А прямое дополнение в данном случае обозначает то, что передают. если косвенное дополнение стоит после прямого, как во втором предложении, the gave the letter to me. В этом случае перед данным дополнением появляется предлог to. Это обязательно. И у английских глаголов, которые могут иметь два дополнения прямое и косвенное, по крайней мере, у многих из них есть такая вот особенность, которая отражена на следующем слайде. Здесь я показала наиболее частотные глаголы, которые могут использоваться в данных пассивных конструкциях. на самом деле больше. Глаголы a would, give, grant, offer, pay, promise, send, show, и tell. Эти глаголы могут использоваться вместе с прямым и косвенным дополнением в двух моделях give somebody something, give something to somebody. И при этом с ними возможны две пассивные конструкции, которые опять же вы видите на слайде. Если мы говорим I was given the letter, в данном случае подлежащее I соответствует косвенному дополнению аналогичного предложения в активном залоге. Допустим, they gave me the letter. И такая конструкция по-английски называется the indirect passive. Во втором предложении the letter was given to me. Подлежащее the letter соответствует прямому дополнению аналогичного предложения в активном залоге. Допустим, they gave the letter to me. They gave me the letter. Такая конструкция называется the direct passive. на следующем слайде вы можете увидеть еще парочку примеров. Конструкции первого типа the indirect passive, где подлежащее соответствует косвенному дополнению, с данными глаголами будут использоваться чаще. Допустим, I was told that she was married. Мне сказали, что она замужем. И второй пример. Students who complete the course successfully will be awarded a diploma. Студенты, которые успешно завершат курс, получат диплом. На ряду с глаголами первой группы типа give, grant, offer, pay, promise, send, show, tell. У нас есть глаголы второй группы. Explain, describe, dictate, mention, repeat, point out. Для этих глаголов характерно то, что они используются только в одной модели. Explain something to somebody. То есть перед вот этим дополнением, обозначающим и тридцата, somebody всегда должен стоять предлог to, и это дополнение идет на втором месте, если у вас активный залог. Допустим, they explained it to me. Они мне это объяснили. Когда мы пробуем образовать пассивный залог с данными глаголами, то используется только одна пассивная конструкция типа something was explained to me. Допустим, на слайде вы видите пример the rule was explained to us again. То есть с данными глаголами, данной группой может быть только конструкция the direct passive, где подлежащее соответствует прямому дополнению. Таким образом, получается, что в английском языке есть две основные группы глаголов. С первой группой мы можем использовать две модели типа give somebody something to somebody с глаголами второй группы возможна только одна модель explain something to somebody и с глаголами первой группы у нас могут быть две пассивные конструкции the indirect passive типа I was given the latter и the direct passive the latter was given to me. С глаголами второй группы возможна только одна пассивная конструкция the direct passive в которой подлежащие соответствует прямому дополнению типа the rule was explained to us again. Когда мы изучаем пассивный залог, нам приходится заучивать вот эти глаголы списками, чтобы это было интереснее делать и чтобы это было более эффективным, можно использовать такой способ. В любом случае, даже когда вы не проходите пассивный или активный залог, а учите какие-то другие правила, и вам нужно запомнить какую-то группу слов, которые используются по одному и тому же вот эти слова употребляются в нужной вам форме. Когда у вас получается связанный текст с каким-то определенным смыслом, все вот эти слова и модели запомнить гораздо легче. Я вам предложу свои варианты историй для глаголов первой группы и для глаголов второй группы, но будет гораздо лучше, если вы придумаете что-то свое, либо про вас, либо про ваших знакомых, про вашу семью, потому что когда есть какая-то личная вовлеченность в историю, когда подключаются ваши эмоции, любая информация запоминается гораздо лучше. Следующая история просто для примера, как это может выглядеть. Допустим, история про вашего друга, который работал в каком-то месте, потом уволился. В прошлом году моему другу предложили работу. В данной истории у вас будут использованы только глаголы первой группы, и для наглядности мы будем использовать в форме косвенного пассива, the indirect passive, где подлежащее соответствует косвенному дополнению, чтобы было больше контраста, как вот здесь мы используем все эти глаголы. Следующее предложение. Ему пообещали хорошую зарплату. He was promised a good salary. Следующее предложение. Ему сказали, что ему будут предоставлять отпуск дважды в год, и ему будут давать премию в конце года. He was told that he would be granted leave twice a year and he would be awarded a bonus at the end of the year. Следующее предложение. Просто в активе. He accepted the offer. Он принял предложение. Дальше. Ему показали его рабочее место. He was shown his workplace. Ему послали список инструкций. He was sent a list of instructions. Но ему платили меньше, чем обещали. But he was paid less than he had been promised. И к тому же ему не предоставили отпуск, когда это было нужно. To make matters worse, he wasn't granted leave when he needed it. И последнее предложение. So he quit. Так что он ушел оттуда. Теперь глаголы второй группы. типа explain. Это правило нам упоминали два года тому назад. This rule was mentioned to us two years ago. В прошлом году его объяснили нам. Last year it was explained to us. Правило нам продиктовали. The rule was dictated to us. Нам все описали в деталях. It was described to us in detail. Нам указали на сложности. The difficulties were pointed out to us. Затем нам его повторяли много раз. Then it was repeated to us many times. Но мы до сих пор не понимаем это правило. But we still don't understand this rule. Давайте немножко потренируемся. я буду предлагать вам глаголы в активном залоге, а вы будете пробовать переделать их в пассив. В данном случае вы видите глагол award. Это глагол первой группы. И с ним могут быть две пассивные конструкции. Jane was awarded a scholarship. Jane дали стипендию. Здесь подлежащее соответствует косвенному дополнению. The scholarship was awarded to Jane. Здесь подлежащее scholarship соответствует прямому дополнению. Следующее предложение. Здесь у нас используется глагол dictate. Это глагол второй группы. И с этим глаголом может быть только одна пассивная конструкция. the questions were dictated to us. Здесь подлежащее соответствует прямому дополнению активного залога. Вы не можете взять местоимение we и поставить его в начало в качестве подлежащего, потому что предложение потеряет смысл. Это будет означать не вам диктовали вопросы, а вас диктовали. следующий пример. Ему заплатили 10 фунтов, используется глагол pay, соответственно, могут быть две пассивные конструкции. He was paid 10 pounds, ему заплатили 10 фунтов, и 10 pounds was paid to him. Пожалуйста, обратите внимание на форму сказуемого во втором предложении was paid, поскольку в качестве подлежащего у вас выступает сочетание, обозначающее сумму денег 10 pounds, из-за этого глагол сказуемого должен быть в единственном числе. Это исключение. И теперь, когда мы обсудили вот эти различия и разные группы глаголов, как они используются в пассиве, возникает один довольно-таки закономерный вопрос. Зачем нам вообще нужен пассивный залог, и нельзя ли без него обойтись, и просто везде использовать активный залог? Как показывает практика, пассивный залог нам все-таки нужен, и он нам будет необходим в нескольких случаях. Пожалуйста, посмотрите на следующий слайд. Итак, во-первых, мы используем пассивный залог, когда мы не знаем, кто совершил то или иное действие, как в первом случае. в дом вломились, дом ограбили прошлой ночью. В данном случае нам неизвестно, кто совершил данное действие, и пассивный залог используется в таком случае в криминальных сводках, в новостях, в детективах, когда мы не знаем, кто совершил то или иное преступление. Второе предложение. Cheese is usually made from cow's milk. А сыр делается из коровьего молока. В данном случае мы используем пассивный залог, потому что для нас не важно, кто именно совершает данное действие. Понятно, что сыр делают люди, которые работают на соответствующем производстве, поэтому называть производителя действия в данном случае не нужно, это будет избыточная информация. И еще один случай, который требует использования пассивного залога, это когда мы хотим придать нашему сообщению более официальный и более отстраненный стиль. Как в данном объявлении, trespasses will be prosecuted, то есть люди, которые зайдут на данную территорию, будут преследоваться по закону. пассивный залог очень часто используется в официальных документах, в научных статьях, поскольку он придает вашему высказыванию более нейтральный, объективный и отстраненный характер. еще один случай, когда пассивный залог может использоваться, это когда человек хочет снять с себя ответственность за выполнение того или иного действия. Он не хочет подчеркивать то, что именно он сделал что-то плохое. Вот если вы сравните два предложения «we made mistakes» и «mistakes were made», то есть мы совершили ошибки и ошибки были сделаны. Как вы думаете, какой из этих вариантов выбрали бы политики? Конечно, второй вариант «mistakes were made». На следующем слайде вы можете увидеть пример такого использования. Это фрагмент диалога, если быть точнее, то фрагмент интервью с сенатором Маккейном. Его спрашивают о войне в Ираке и насколько президент был виновен в том, что все было плохо организовано. И как вы видите, сенатор Маккейн говорит «serious mistakes were made in this one». То есть он не хочет подчеркивать ответственность президента за ошибки, которые были сделаны в ходе кампании, поскольку он хочет защитить его линию, а также линию своей партии. это всего лишь один из тех случаев, когда пассивный залог используется для того, чтобы снять с говорящего или с другого человека ответственность за то или иное действие. Но на самом деле пассивный залог используется в таких случаях достаточно часто. Не только политиками, а также другими общественными деятелями, видными предпринимателями, представителями шоу-бизнеса и так далее. Пожалуйста, обратите внимание на то, что в большинстве примеров, которые вы сегодня видели, у нас не было все-таки фраз «збай». Это потому, что они там были не нужны. и если мы с вами используем фразу «збай», в данном случае информация о том, кто совершил данное действие, становится самой важной. И она находится в фокусе нашего внимания. Допустим, в следующем примере это фрагмент диалога, разговора между сиделкой и ее капризным пациентом. И пациент угрожает девушке, что он уволит ее. На что девушка отвечает «I'm not employed by you. I'm employed by your mother». То есть она подчеркивает то, что нанимала ее мать данного молодого человека, только она может ее уволить. Соответственно, таким образом пассивный залог может использоваться тогда, когда нам нужно подчеркнуть и выделить информацию о производителе данного действия. что это сделал именно тот человек, а не кто-то еще. Давайте немножко потренируемся, чтобы закрепить то, что мы обсудили сегодня. Итак, какой вариант будет правильным? «Дом строится». мы говорим именно так, если вы используете активный залог, то это будет означать, что дом строит сам себя. Следующее. Поскольку здесь идет глагол «диктейт», глагол второй группы, который может быть только в одной пассивной конструкции, нужный вариант звучит так. «The letter was dictated to me over the phone». Мне продиктовали письмо по телефону. Так, здесь нам будет нужен третий вариант. «He was caught right-handed». Его поймали с поличным. Следующий пример. его признали виновным в убийстве и повесили. В данном случае нужна следующая форма. «He was found guilty and hanged». Глагол «hang» используется здесь значение «казнить через повешение», и в этом значении у него такая форма «anihal». это исключение. Таким образом, сегодня мы с вами обсудили основные сложности, которые могут возникать при выборе залога. Различие между активным залогом и пассивным, типы пассивных конструкций, некоторые особенности использования предлогов в пассивных предложениях. Я надеюсь, что это занятие было полезным для вас, вы узнали что-то новое для себя. Желаю всем удачи и успехов в изучении английского языка. Большое спасибо за внимание. субтитры и субтитры и субтитры и субтитры